Здравствуйте! Меня зовут Альгерта, это имя по паспорту, но из этого имени в конце 90-х годов 20 века я образовала псевдоним Ольга Герт, интернет не был распространен, и поэтому нам пришла в голову идея издавать бумажный журнал, а не интернет-издание. В конце 90-х сам издат радикально-феминистский или, проще говоря, лесбийский, он был уже тогда и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но когда я впервые увидела какие-то издания, сам издатовские именно, выпуски журналов для лесбиянок, я позавидовала тому, что это было возможно. Я тогда в конце 90-х жила в Челябинске, то есть не так далеко от Казахстана, и то, что происходило в Москве, конечно, в провинции такого не было. И когда я увидела вот эти вот выпуски, первое это был журнал, литературное приложение к альманаху Адельфи, я позавидовала тому, что люди могут это делать, а главное, люди могут это читать, женщины это могут читать и получать информацию о самих себе. То, что было невозможно. В СМИ 90-х годов, в некоторых СМИ, проскальзывала информация какая-то о лесбиянках, например, в газете «Спидинфо». Этой информации все равно было очень мало. И единственные, кто могли действительно говорить о себе, это мы сами. И когда я познакомилась с этой возможностью, я поняла, что я хочу. Я хочу делать лесбийский сам издат и дать возможность женщинам, особенно женщинам в провинции, получать информацию и не чувствовать себя такими одинокими, какой одинокой чувствовала я себя, живя в Челябинске. Я не назвала этот сам издат лесбийским, потому что, мне кажется, вернее, я знаю, я думаю, что лесбийство – это образ жизни. И как бы идеологической основы под собой не имеет. Единственная именно идеологическая основа, которая подходит к лесбиянкам, к этому лесбийскому сообществу – это радикальный феминизм. Поэтому журнал сразу получил название художественно-публицистический радикально-феминистский журнал «Остров». С названием «Остров» я тоже как-то не мучилась, потому что сразу же, ну, при слове лесбиянка «Остров лесбос» сразу же возникает. В голове тут никаких проблем не было. Ну, и плюс к этому известное такое, еще, по-моему, с эпохи Возрождения, о том представление о человеке как «Острове». Мне хотелось на этом острове именно собрать людей, которые разделяют воззрения феминистские. Не только ведут образ жизни лесбийские, но и действительно понимают, что возможность жить так, она может быть предоставлена только феминистским мировоззрением. И вот этот журнал мы стали создавать в конце 90-х, и в 99-м году, в декабре, вышел первый номер журнала «Остров». Так совпало, что в декабре, 31 декабря, Ельцин сказал, что он устал, что он уходит с поста президента России. И этот пост занял, как вы знаете, Владимир Владимирович Путин. Поэтому все эти 15 лет, что Путин находится у власти, все 15 лет «Остров» выходит. И в этих 60 уже номерах «Острова» можно проследить, как менялась жизнь в России, как менялась жизнь ЛГБТ в России. Можно в «Острове» выделить как бы три периода, если окидывать взором всю историю. Сначала это период становления, когда мы еще только нащупывали вот те формы, в которых может существовать этот лесбийский самысдат. Мы продумывали концепцию, выстраивали содержание, как это будет выглядеть. В это же время мы, кроме журнала, стали выпускать литературное приложение к нему, именно потому что не все тематические произведения могли вместиться в форму журнала. Этот период становления, когда выкристаллизовывалась концепция самого журнала и приложения, это было где-то года два, наверное, в начале. Потом были нулевые годы, когда СМИ нас вообще никак не трогали. То есть уже и «Спид.Инфо» перестала публиковать статьи об ЛГБТ, и НТВ пока еще до нас не добиралось. Мы вместе с сообществом ЛГБТ начинали сами теоретизировать о себе. Тогда же появилась аббревиатура ЛГБТ, потому что, например, когда я первый раз пришла в архив лесбиянок и геев, то это было в 90-е годы, то слово «гомосексуалист» было совершенно распространено среди ЛГБТ, потому что был гомосексуализм. Как мы знаем, это было прописано в энциклопедиях. В нулевые годы прогрессировало самосознание ЛГБТ. Мы сами о себе теоретизировали. Извне никто нас не трогал, не было ни дискриминации, ни поддержки. Мы варились внутри себя. Но уже где-то года с 2004 года стали появляться передачи, которые стали извращать образ и геев, и лесбиянок. Лесбиянок представляли как криминализированные такие элементы. То есть все время говорили о каких-то преступлениях, которые совершаются в лесбийской среде. Приходили НТВшники брать интервью, договаривались с какими-нибудь лесбийскими парами, что они не будут показывать лица, они не будут называть имен, они не будут говорить о детях. Но в передаче всплывало так или иначе или имена, или имена детей, что, конечно, недопустимо. И сама передача, она комбинировалась таким образом, что интервью выворачивалось с ног на голову. И вот это вот возмущение, такой подачи материалов, оно, конечно, находило отражение в этих наших ЛГБТ независимых СМИ. То есть это писали и на ГИРУ, и, конечно, писали в Острове. Таким образом, и Остров вместе с другими СМИ ЛГБТ, Остров тоже перешел на другой этап своего развития, когда мы стали бороться или, во всяком случае, разоблачать вот такую негативную подачу официальных СМИ у ЛГБТ. После 2009 года, когда в Рязанской области приняли так называемый антигей-закон, то есть закон «Не говори гей», когда ввели наказание за как бы пропаганду перед подростками, пропаганду ЛГБТ-образа жизни. И тогда мы начали не только выпускать журнал, но и проводить мероприятия, направленные на поддержку ЛГБТ-сообщества. Это было самое главное. То есть я не могу сказать, что Остров как-то стал бороться с дискриминацией, которая извне входила. Мы, конечно, ходили на митинги, участвовали в дне поцелуев, которые устраивала Елена Костюченко возле Государственной Думы. Проводили сами митинги. Но главная наша задача была именно поддержать, поддержать изнутри ЛГБТ-сообщества. Поэтому проводили литературные вечера, презентации. Мы продолжали выпускать вот эти литературные приложения и презентовать эти приложения как тексты, которые поддерживают лесбиянок. Провели мастер-класс по креативному письму, чтобы попробовать переориентировать лесбийских авториз на освещение темы с более позитивных позиций. Потому что, ну, понятно, что жизнь ЛГБТ, она трудна. И такие настроения разочарования, они очень сильны. И надо было как-то показать светлые стороны. А они, безусловно, есть. И вот этот третий период, можно сказать, что сейчас тоже заканчивается. Заканчивается активный выход во мне. Потому что, когда на федеральном уровне приняли закон о запрете пропаганды, мы не можем теперь проводить столько мероприятий, такие, как были раньше. Скажем, у нас было, так называемое, безумное чаепитие, когда мы провели презентацию повести девочки-подростка. Она написала о своей первой любви, о своих отношениях. И мы пригласили на презентацию именно ЛГБТ-подростков. И это было чудесное мероприятие, когда все были вовлечены в эти переживания и открывались друг перед другом, и перед собой в первую очередь. Сейчас мы просто не имеем права этого делать. Уходим опять внутрь ЛГБТ-сообщества, только чтобы поддерживать друг друга, но уже бороться с Государственной Думой, с ее законами, это невозможно. Если подводить общий итог того, сколько было сделано за эти 15 лет журнала «Остров», то это... я сейчас возьму шпаргалку... Всего мы выпустили 60 номеров журнала, плюс 35 литературных приложений. И если подсчитать все страницы, то это получается 4720 страниц. Такое солидное собрание сочинений. Всего 695 текстов различных выпущено. Итог как бы вот этого, это то, что мы предоставили площадку для высказывания, где сами лесбиянки, сами женщины, не все, кто печатался в «Острове лесбиянки», а сами женщины, феминистки могут рассказать о себе. Мне кажется, что с этой задачей «Остров» справился, потому что в официальных СМИ все больше и больше стали пресекать эти разговоры или же извращать их. О феминизме вроде бы последнее время стало модно говорить, но ни сексизм, ни гомофобия из общества не уходят, а наоборот усиливаются. И действительно высказывания о феминизме возможно только вот в таких независимых СМИ. Судя по письмам, которые мы получаем после нашей публикации, «Остров» действительно помогает. «Остров» помогает лесбиянкам совершить камин-аут. Когда ваш текст опубликован, то это мощная поддержка. То есть вы официально уже признаны в каких-то кругах, и уже легче идти дальше и раскрываться перед друзьями или родственниками. «Остров» очень помогает при разговорах с родителями. Это было немало подтверждений. И главное, что он помогает самоосознанию. То есть он поддерживает человека изнутри. Раз он не один, этот человек, раз нас много, то это, конечно, усиляет надежду на то, что от тебя примут и другие люди. И вот с этой задачей предоставления возможности высказываний, то есть дать голос феминисткам и лесбиянкам, «Остров» справился. И все 15 лет мы работали на это, и я думаю, что дальше будем работать несмотря, а может быть даже именно потому, что положение ЛГБТ в стране меняется, ухудшается, и, конечно, такие независимые СМИ, они необходимы. Спасибо. Спасибо.